Приветствуем вас, дорогие наши телезрители, команда Птятницы, очень рада вас видеть. И сегодня наш город женщин мы хотим начать с интересных фактов о наших детях из разных стран мира. Вот, например, знали ли вы, что Нигерия это страна близнецов? Оказывается, там на каждые 11 случай родов это обязательно близнецы или двойняшки. А вот в стране восходящего солнца в Японии это наоборот большая редкость. Двойняшки или близнецы рождаются только на 250 раз. По статистике дети 3-4 лет каждый день задают 900 вопросов и произносят более 12 тысяч слов. А вы знали, что еще самый многодетный отец? Это султан Исмаил из Марокко. У него 340 дочерей и 548 сыновей. Вот так. Вот это опыт. Все мы знаем, то, что 1 июня это день защиты детей. А вот на Сейшельских островах этот праздник продолжается целый месяц. Вон оно как, да? Так вот такие вот интересные факты. Еще много интересного мы узнаем в течение ближайшего часа от наших гостей. Так что всем доброго дня и мы начинаем. А начинаем мы с нашей любимой рубрики «Фабрика идей». Так, дорогие друзья, сегодня ко мне пришел мой помощник и вдохновитель, мой младший сын Ким Вячеслав. Привет. Привет, Слава. Мы сегодня будем делать аж три поделки. Объясню, что мы будем делать. Мы будем делать часы, вечный календарь и также мы сделаем, подвесим красивые наши бумажные кораблики на веревочке, они будут создавать музыку ветра. Итак, давайте начнем. Ну, сейчас у нас наступает лето, пора отпусков. Многие из вас скоро отправятся на море. Но пока этого не случилось, я хотела бы вам показать, как украсить комнату в морском стиле. Слава в начале передачи мне уже помог сделать вот такие вот кораблики. И еще нам нужно сделать два таких кораблика. Ты пока делай, хорошо? А я пока буду объяснять, как я сделала вот такой вечный календарь. Посмотрите, для этого мне понадобились вот две дощечки любого размера. Вы можете абсолютно любые взять. Я сделала три, вбила три гвоздика. Затем, ну, дощечка, которая у вас будет, нужно разделить на три части. Две широкие и одна узкая. То есть две это для цифр и одна узкая это для месяца. И когда у нас будет наступать следующий месяц, завтра, например, у нас уже 1 июня, день защиты детей, мы просто будем переставлять наши бумажки. Например, вот так. Вот это вот уберем. И месяц июнь. Вот. Такой календарь вы сможете сделать с детьми. Смотрите, для этого нам понадобилась вот такая бумажка, ну, цветная бумага желтого и голубого цветов. Я вырезала по размеру и отверстие сделала обычным драком. Так, далее у нас идет часы. Посмотрите, какие часы я уже заготовочки сделала. Для того, чтобы вам сделать такие часы, вам необходима любая основа с отверстием. Я ее покрасила в морском стиле. То есть фон у меня такой получился морской, а сверху я сделала имитацию волн. Как бы волнение на море. Здорово. И ракушки я в технике амбре покрасила. То есть несколько ракушек чисто белыми, потом светло-желтым и ярко-желтым. Сейчас я вам покажу, как сделать механизм. Вот механизм обычно в магазинах продается отдельно. И выглядит он вот так. Так, мы сейчас поставим в него батареечку сразу, чтобы они у нас начали ходить. Так, вставляем батареечку. Так. А комнату в морском стиле Слава у тебя попросил, да? Оформить. Нет, это почему-то мне вот с наступлением лета пришла такая идея в морском стиле сделать комнату. Так, закручиваем болтик. И теперь самое интересное, это у нас стрелки. Сначала у нас идет минутная стрелка, затем у нас идет часовая стрелка. Тяжело крепится. А Слава что делает у нас в это время? Так, извините, я перепутала. Сначала часовая, потом минутная, потом секундная. А Слава тем временем у нас уже изготовил кораблик. Вот он делает дома самолетики, а вчера еще научился делать кораблик. Покажи, Слава. Слава, вот сейчас он пока закончит, я покажу. Смотрите, сейчас мне осталось только приклеить последнюю ракушку на цифру 5. Мы делаем это просто при помощи клея пистолета. И как видите, часы у нас ходят. Ну, я думаю, что они будут красивым украшением вашего интерьера. Ну, давай, Слава, покажи. Вот, смотрите. Покажи на камеру. Слава, ты любишь море? Ну, да. Слава, а ты вырастишь, кем станешь? Капитаном? Нет. Нет? А кем? Например, художником. А вот как? Тоже, да, творческий человек. Здорово. Вот мы берем эти кораблики с помощью... Да, вот творческой мамы не может быть по-другому. С помощью иголки одеваем на обычный шпагат. Вот так вот, да? Затем мы делаем узелочек. Мы сделаем вот такую вот пирамидку из нескольких. Слава, ну ты мне будешь подавать. Сейчас приготовь желтый, ладно? Кораблик. Это что вы делаете? Это мы делаем такую музыку ветра, которую вы сможете повешать у себя на даче или на балконе. Она будет при каждом малейшем дуновении ветра вот так вот колыхаться. Нет, вот отсюда давай уже готовый. Вот давай. Здорово. Пока не надо больше делать. Эти кораблики, Слава, ты сделал? Да. Да. Слава, заранее уже мне помог. И вот, смотрите, сейчас мы одеваем. Мы наверняка уже видели много чего, что сделал Слава. Да. Я хотела сказать, что все мои поделки, которые я делаю, дома заготовки, он всегда мне помогает делать. И еще Слава хотела бы рассказать про себя, про свое увлечение. Да, Слава? Расскажи. Чем ты увлекаешься? Я увлекаюсь разными играми. Я увлекаюсь пластилином. Про библейд расскажи. Что у тебя есть, твой канал? Да. У меня есть свой канал. Ах ты. Он называется Слава Ким. Угу. И там разные обзоры и челленджи. Да. Скоро еще будут проигрыш. А ты сам снимаешь и монтируешь видео? Ну, нет. Мама помогает. Да, здорово. Совместное творчество. Что может быть лучше? Ну, пока помогает. Вот смотрите, девочки. Вот у нас такое получается гирляндочка красивая. Здорово, классно. Мне кажется, если оформить комнату в том стиле, в котором хочет сам ребенок, не это ли счастье, да, детское? А мы продолжаем наш эфир. И сегодня мы хотим поговорить о том, что все дети должны быть в этом мире счастливы. И, конечно же, во всем этом разобраться, как же не перепутать гиперопеку и заботу, и о том, что же это нужно ребенку или не очень, нам поможет разобраться наша постоянная гостья Лора Слепцова, психолог, руководитель первой в Республике Международной школы развития эмоционального интеллекта. Эй, дети. Здравствуйте, Лора Дедимовна. Добрый день. Добрый день. Вот Лора Дедимовна, сразу вопрос, как же понять, что ребенок ваш счастлив? А это сразу видно по ребенку, да, как он себя ведет. Ребенок радостный, энергичный, глаза сияют, да, ребенок счастлив, если он чувствует себя защищенно и чувствует, что его любят, да, и его принимают таким, какой он есть. И он может себя вести так, как он на данный момент чувствует себя. И свободно, да? Да, свободно. Не зажимаясь, не боясь каких-то там. А как не перепутать вот эту вот искреннюю радость и счастье с тем, что вот его это мимолетное счастье вот от игрушки там, от купленной еще раз лишней конфетки? На самом деле дети радуются каждый день, да, но они могут не осознавать, что они радуются. И когда я спрашиваю, например, от чего радуешься, бывает так, что дети говорят, в день рождения радуешься или в Новый год, да. И тогда я задаю вопрос, а ты один раз в год радуешься? Ведь так же не бывает. Ребенок радуется каждый день. Но он получает эту радость изнутри, и если обращать на это внимание, если взрослые, мы фиксируем, как здорово вместе мы с ним радуемся, и тогда ребенок еще больше радуется, и тогда он счастлив в этот момент, и действительно в его голове остается в памяти, что это действительно счастливый момент, да? То есть нужно разделять эту радость и прям показывать, мы сейчас радуемся вместе, да? Да, да, фиксировать и разделять, это здорово. И еще есть один признак, когда ребенок вот подпрыгивает, бежит, подпрыгивает, да, вот как? Значит, ему это очень здорово. Я до сих пор иногда хожу, когда никого вокруг нет. Это здорово, да? А вот как научить ребенка быть счастливым? Вот у меня есть племянница, например, да, когда она радуется, она наоборот как-то замыкается, вот утихает, и не прыгает, наоборот как-то замирает, и вот поэтому мы понимаем, что она искренне рада, да, наоборот, а не когда она вот прыгает, бегает, кричит, это... Ну, бывают эмоции разной интенсивности, радость может быть тихая, да, но при этом радость излучает изнутри, мы видим во взгляде, в интересе, чем он занимается, что ему интересно, что он получает удовлетворение от того, что он делает сейчас, да, рисует ли он, или он, значит, бегает или еще что-то, да, помогает, да, вот, поэтому, а если ребенок сдерживает, то есть он видит со стороны взрослых, взрослые тоже сдерживают, бывает такое, когда задаешь вопрос взрослым родителям, сколько процентов радости вы показываете, и не было случая, чтобы кто-то сказал 100%, оказывается, даже радость проявляют 70, 80, и даже меньше некоторые люди, да? Ну, это как бы взрослому, это же как бы... Неприлично иногда слишком радовать, слишком счастливым или как. Кстати, я вот заметила то, что часто бывает, что наши дети нас как будто учат, оказывается, потому что у меня сын старший выходил на улицу и говорил, вдыхал полно, говорит, какой хороший день, в три годика. Я такая думаю, ну, реально же хороший день, и тоже стало для себя. Да, и дети все замечают. Афирмацию говорят, когда выхожу из дома. И все вокруг. Дети все замечают. Природу говорят, мама, смотри, листики распустились, мама, смотри, травка выросла, цветочки. То есть они такие любые. Они возвращают нас к естественному состоянию. Да, в реальность, да. Здесь и сейчас жить и наслаждаться жизнью. Да. Совершенно верно. А то мы все время бежим куда-то, торопимся, у всех свои дела, дела. И живем головой. Да. Внешними целями живем. Да. Мы ставим какие-то цели и стремимся их достичь. Плана у нас, да. И порой забываем, что, оказывается, в этот момент, когда мы идем, например, из сада домой или на работу, в этот момент вот распустились, ребенок заметил, а мы это не замечаем. И это здорово, когда ребенок замечает. То есть при таком раскладе, когда вот родитель думает головой, а ребенок живет эмоциями, как нам состроить этот мостик, общение с ребенком, ну, может, какие-то конкретные техники, упражнения? Я думаю, что здесь особой техники не каждый, наверное, знает, умеет присоединяться, да, и... Разделять, в общем, другую. Разделять эту радость, да. Просто вот ребенок говорит об этом, посмотреть на ребенка и заразиться, то есть эмоции у нас тоже заразительные, да, мы можем заражать. И так это близко, да, несмотря на то, что ему все голова-голова. Да. И улыбка ведь тоже заразительная, да, если кто-то улыбается, тоже хочет смеяться, да. Абсолютно, абсолютно. А нужно ли вот детей вообще ограждать от неприятностей, от неудач? Ну, неприятные события, это что означает? Ситуации какие-то сложные, трудные, бывает у нас у всех каждый день что-то мы, какие-то ситуации сталкиваемся, да, с какими-то ситуациями. И важно научить ребенка из этих ситуаций выходить из трудных ситуаций. Есть определенные техники, этому помогает позитивное восприятие себя. И почему неприятности или эмоции неприятные приходят? Потому что мысли приходят. Когда что-то случается, человек начинает думать о себе плохо, да, или он вспоминает случай какой-то неуспешный. И тогда идут мысли, значит, негативные. Значит, не справлюсь, опять случилось или еще что-то. Эти мысли, они, значит, приводят к неприятным эмоциям, да, к грусти, к злости, например, может быть, да. И поэтому, чтобы из этого выйти, нужно подумать о себе хорошо, позитивно. Вспомнить свой успешный опыт. А какая я позитивная, да. И поэтому ребенку нужно часто говорить о том, какой он замечательный, да. И мы сейчас давайте попробуем, спросим у наших детей. Давайте. К Лоре Дидимовне сегодня пришли юные помощники. Это Надя Савинова, Артур Кириллин и Слава Ким, с которым мы уже знакомы. Давайте встанем возле... Это эмоциональный ковер, да. Давайте вот здесь, посмотрите, где тут радость, какого цвета, как вы думаете? Желтого. А злость какого цвета, как вы думаете? Красного. Красного. А грусть? Голубого. Да, вот голубого синего цвета. Давайте мы сейчас встанем на радость, хорошо? Кто первый? Давай, Надя, встань сюда. Вот, у нас кружочки разного цвета. Это означает, что эмоции бывают в разной интенсивности. Да? Наденька, вот ты встала на светлый желтый кружочек. Как ты себя чувствуешь? Покажи, как ты радуешься? Как радуешься, да? Отчего ты так радуешься? Когда я с сестренкой обнимаюсь. Да, когда с сестренкой обнимаешься, очень рада. Давай, еще больше радость стала. Покажи нам радость. Вот так радуешься. Отчего ты так радуешься? Когда я прихожу из детсада домой. Да, конечно. Давай, еще больше радости покажи нам. Вот такая радость. Много-много энергии в радости, да? Мне кажется, конфетку купили. Отчего ты радуешься так? То, что мне куколку купили. Да, куклу, которой мечтала, да? Давай, и самая бурная радость, покажи нам. Как ты радуешься очень сильно. Давай, покажи нам. Вот, вот, вот. Отчего такая радость? Давай. Когда родители приходят из слаботы. Да, здорово, когда вся семья собирается. Молодчина. Спасибо. Устами младенцев. Да, когда все дома, это самая большая радость. Давай, Артур. Так. Артур. Давай, теперь Артур. Значит, вот маленькая радость. Покажи нам, какая маленькая радость у тебя. Как ты радуешься? Новыми трюками. Да, когда ты трюки делаешь, да? У тебя получается. Давай дальше. Еще больше стала радость. Покажи нам радость. Вот такая радость. Удовольствие. Отчего ты получаешь удовольствие? Удивление. Когда ты удивляешься. Здорово. Что-то новое узнаешь, да? Еще больше радость. Покажи нам в теле. Вот так. Улыбнись нам. Здорово. Вот так. Вот так. А чего такая радость бывает? Когда я иду у братьев в гости, давай любимому. Здорово, когда встречаешься с братьями. И самая бурная радость у тебя какая? Вот такая. Бегать. Когда ты бегаешь, получаешь удовольствие. Молодец. Спасибо. Тоже радость. Вот так. Теперь Слава. Давай. Тихую радость нам покажи. Как ты радуешься? Тихая радость. Вот такая радость. Каждый день у меня. Парни у нас нескромные. А чем такая радость бывает? Например, интересное. Что-то интересное. Да, ты узнаешь. Давай. Еще больше радости стало. Покажи нам. Вот так. Да. Судили. Это и есть радость. А чего такая радость? Например, когда из школы возвращаешься домой. Когда из дома домой приходишь, да? Из школы домой приходишь. Здорово. Еще больше. Ну, покажи как. Бурную радость. Вот такая радость. Это когда такая радость? Вот ты свечешься. Все праздники. Друзья приходят и что-то покупают. Здорово, когда ты с друзьями общаешься. И самая сильная радость. Вот. Прямо вот такое. Например, когда на море едем, например, в аквапарк. И еще, например, просто когда удивляюсь там. Что-то интересное, путешествие, да? Спасибо, ребята. У Славы все мысли о море, мне кажется. Спасибо, ребята, большое. Лора Дидимовна, что нам показал вот этот небольшой тест? Дети, мы увидели, что дети радуются от того, что они делают. Они радуются общению с близкими, когда они видят своих родных, когда общаются с братьями. И это очень хорошо. То есть они... Что мне понравилось, да? Ни один ребенок не сказал то, что вот от гаджетов, от мультиков, все вот от общения с родными, с друзьями. Это говорит о том, что дети чувствуют эту радость каждый день, да? И радость сидит у них внутри. Радость находится не в подарках, не где-то, а они являются источником этой радости. Они могут управлять этим, понимать, когда они радуются. И порадовать своих мам, пап, близких, да? Это тоже умение, да? А как же вот нам, взрослым, помочь нашим детям не растерять вот эту искренность, умение радоваться? Ну вот бывают такие высказывания в наших действиях, когда мы оцениваем, когда мы отрицаем или осуждаем, или критикуем. Тогда внутри происходит, значит, дискомфорт человек чувствует, он не раскрывается. А когда мы проявляем вот эту поддержку, любовь, да, тогда больше ресурс открывается. Человек становится самим собой, и у него появляется интерес к знаниям, к окружающему миру. И ребенок растет таким, каким вы хотите видеть. И нет необходимости сравнивать себя с ожиданиями родителей, например, да? Да. Прекрасен таким, какой он есть? Да, принимать его таким, какой он есть. У него свои особенности, да. И каждый ребенок одарен. Я думаю, что у него есть дар природы в чем-то, в чем-то он лучше. Поэтому раскрыть его мы должны помочь, это наша задача взрослых, любя его и создавая такие условия. Спасибо большое, Лура Дидимовна, за ваши бесценные советы. Мы всегда рады вас видеть в нашей студии. А мы продолжаем наш эфир. Никогда нам взрослым не стоит забывать и о наших детях старших. И если они хотят связать свою жизнь с наукой, то следующий сюжет как раз для вас. Сколько зарабатывают ученые? Вопрос интригующий и весьма интересный. Рассмотрим список из пяти самых высокооплачиваемых профессий, которые связаны с наукой и новыми открытиями. Если верить интернету, то на пятом месте инженер по ядерной технике. Его основная задача – это поддержка таких систем и компонентов, как ядерное оружие. Ядерные электростанции и ядерные реакторы. Представители данной профессии могут работать в сферах медицины, экологии и информационной технологии. Средняя годовая зарплата – внимание, почти 800 тысяч рублей. На четвертом месте красуется инженер по аппаратному обеспечению. Эта работа предполагает профессиональную подготовку в области электротехники, компьютерного тестирования, дизайна. В таких специалистах нуждаются практически во всех отраслях – от государственной до коммерческой. Средняя зарплата – полтора миллиона в год – их вполне устраивает. Бронза нашего списка достается специалистам по информатике и компьютерным наукам. Ведь не секрет, что с веком технологий данная профессия становится еще востребованием. Занимаются они теоретическими проблемами программирования и обработкой данных. А также решают задачи, связанные как с программным, так и с техническим обеспечением. А в год за это получают больше двух миллионов рублей. На второй строчке расположились физики, которые активно вовлечены в актуальные научные исследования. Кто-то из них выдвигает теории и находит новые законы, объясняющие явления в природе. А другие специализируются на практических приложениях физических законов. А получают за год они, если очень-очень постараются, 2,5 миллиона. Итак, титул самой высокооплачиваемой профессии получает инженер-нефтяник. Именно благодаря этой специальности разрабатываются способы улучшения добычи черного золота и, конечно, газа. Область нефти и газодобычи постоянно нуждается в новых инструментах и методиках и готова щедро расплатиться с разработчиками. Получают они около 3 миллионов рублей в год. Но никогда не стоит забывать о том, что заработок во многом зависит от труда и стремления достичь цели. Профессии бывают разные. И действительно, в 17 лет бывает сложно сразу определиться со своим жизненным путем своим. О своем опыте, примере нам расскажет потрясающая женщина, многодетная мама, директор дизайн-студии Айтал Туяра Терехова. Здравствуйте, Туяра. Здравствуйте. Прекрасно выглядите. Мы очень рады вас видеть в городе женщин. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте. Вот как вы выбрали свой путь? Ну, вообще, моя как бы вся сознательная жизнь, сколько я себя помню с детства, примерно где-то это было мне 3 года, я уже начала тогда рисовать, познавать мир красок. И при школе у нас была художественная школа, я ее закончила. И по окончанию 11 класса я поступила в то время, как бы считалось, что художник не считается такой, как бы... Ну, не прокормить себя. Высокооплачиваемый, да? Да, высокооплачиваемый, как бы, специальностью. И, послушав своих родителей, я поступила в высшее учебное заведение, где я проучилась 2 года, но по истечении этих двух лет я все-таки пришла к выводу и прислушалась все-таки к внутреннему голосу, к своему сердцу, что все-таки художество — это вот именно вот мое предназначение, так скажем, да? И после этого у меня уже пошла творческая жизнь, очень так активно. И я сразу же поступила в художественное училище, закончила его. Ну, а далее я поступила еще в Московский институт с рядовым дизайнером. Вы закрепили все, да? Да, и закрепила я финансовым образованием, тоже институт закончила. Ну, и потом уже у меня началась уже творческая жизнь. В общем, я... Вот мы сейчас на экране видим образцы ваших работ. Это витражи же, да? Ну, да, это одно из направлений, как бы, нашей студии, что мы занимаемся видами витража в двух техниках. Это у нас идет витражная пленка. Да, и у нас еще есть классическое применение вот из цветного стекла техника Тиффани. Красота. Также у нас есть еще и мастерская по... художественная мастерская по дереву. Мы создаем авторскую мебель, различные конструкции, да. И, в общем, довольно-таки тесно сотрудничаем с различными направлениями мастерами. Вот вы занимаетесь разными направлениями, да? От чего вы получаете самое большее удовольствие? Скайп. Во-первых, я вообще безмерно благодарна своему коллективу, своим коллегам. Они все имеют профильное образование, они все художники, имеют большой опыт, навык. И, соответственно, вот наш творческий союз рождает вот такие проекты, очень красивые, и от самого процесса, как бы, я очень колоссальную энергию получаю, позитивную. И, конечно, сам результат важен. Когда ты видишь, что дети радуются новым интерьером, ну, новой школы, детского сада, мы всем коллективам очень от души радуемся, конечно. Конечно, да. Здорово. А вы занимаетесь вот какими направлениями? Вот витражи, мебель? Ну, это вот пришло, как бы, сразу же, да, что мы же и проектируем интерьеры, экстерьеры, ландшафтные дизайны. И, конечно же, мы же сами и реализаторы наших идей, наших проектов. Соответственно, вот у нас, как бы, наши подмастерия, вот эти вот мастерские, они нам помогают очень хорошо это все дело, как бы, организовать. Так как я являюсь идеологом, да, вот всех проектов, для меня, конечно, это очень большое подспорье. Мы в таком тандеме очень тесном все работаем. Здорово. И это все, что мы услышали, увидели, это лишь малая толика, чем занимается наша сегодняшняя гостья Туяра Терехова. Мы сейчас, дорогие телезрители, прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой обязательно вернемся. Вы смотрите «Город женщин» и сегодня у нас в гостях многодетная мама, директор дизайн-студии Айтау Туяра Терехова. Туяра, скажите, пожалуйста, вот с чего все начиналось? Ой, весь мой путь жизненный, это вот какое-то накопление красоты внутренней, да, становление и, конечно же, большой труд, я считаю, что закончить институты, училища. И вообще творческая работа, она очень такая трудоемкая, да, и интеллектуальная, и физически тоже это вот дает какой-то вот такой базовый фундамент, да, когда человек в определенный момент, когда вот сложилась как бы семья, сложилась ты как личность, довольно-таки внутреннее созревание какое-то подошло, и человек уже начинает искать выход, да, то есть вот это вот семья, да, творческая. То есть вы к тому, чтобы заниматься своим делом, вы пришли не сразу, вам надо было созреть. Ну, во-первых, я многодетная мама, да, мне надо было как-то вот все-таки создать семью, уделить ей все свое материнское, женское внимание, да, чтобы, ну, это как называется, надежный тыл, да, вот в своем роде оно так и есть, и я очень признательна своему мужу, своей маме, папе, которые меня всегда поддерживали и всегда отзовутся и помогут, помогут, конечно. И, конечно, у меня трое сыновей, да, и, в общем, я тоже колоссальную энергию от них получаю, и, в общем... Три богатыря. Три богатыря, да. Вот в круговороте всего этого, как вы находите время все-таки на свою семью, на своих детей, на свою красоту? Как это все балансировать? Это же время и силы. Вот мы женщины, вот мы такие, мы должны все научиться, успевать, хорошо выглядеть, вести хорошо, как бы... Хозяйство. Хозяйство, да, быть внимательной мамой, реагировать на все какие-то процессы семейные. И плюс я еще руководитель, да, когда вот все, ну, какой-то баланс внутренний, это внутри должно быть какое-то вот ощущение... А вдохновение вы откуда берете? От чего подпитываете? Вдохновение, конечно, это семья, конечно, это вот то самое, то, что меня подпитывает. Ваш тыл? Мой тыл, да. И мое окружение на работе, мои коллеги, даже... Вас вдохновляют, да? Да, очень вдохновляют. Вот мы знаем, что у вас очень такая сплоченная команда. Вы говорили то, что вы с первых дней вместе. В чем ваш секрет? Ой. Ну, мы все фанатики, так скажем, мы все трудоголики, мы полностью отдаемся процессу работы, начиная от дизайнера, да, вот моя правая рука, Алена Винокурова, также у нас витражисты, также у нас бухгалтер, который ведет нашу финансовую деятельность. Хой да уборщицы у нас, вот кто пришел в первый день и по сей день они... Ну, наверное, надо отдать должное, что вы хороший руководитель, если кто не знает. В чем же секрет вот этого? Ну, не знаю, наверное, все-таки вот нас соединяет творчество, все-таки вот. Каждый из нас реализовывает свой внутренний потенциал, это я считаю самое главное, что в человеке обязательно должна быть реализация. Расскажите, пожалуйста, вот вы национальный колорит тоже используете в своей работе, да? Да, ну, мы как бы дети народа Саха, так что наша национальная культура, мы к ней очень бережно относимся, и я так чувствую, что это все-таки вот сакральное наследие наших предков, и мы должны очень тонко, бережно относиться и передавать дальше и дальше будущему. Это же вот очень тонко и очень так надо все знать, вот эти все каждые дочери. Вы это изучаете? Мы, конечно же, изучаем, мы покупаем всегда хорошую литературу, грамотно все расставляем. У нас бывают совещания, мы все садимся, и вот о том или ином, вот, допустим, лировидный, да, вот этот орнамент, узоры, правильная цветовая гамма, то есть это все очень так эстетично и немножко научно должно быть обосновано. Ну, я не скажу, что мы научные сотрудники, да, но вот как-то я так чувствую, что творческий человек все-таки интуитивно лучше. Но что-то близко, да? Близко, да. А выполняет, естественно, свое творчество. А про материалы, какими вы любите работать? Материалы? Да, особенно вот мебели нас интересуют. Ой, мебель, ну, я вообще приверженец все-таки всему натуральному. Все-таки экология, это для меня выше всего, и очень люблю наше дерево. Вот много изделий мы из массива сделали, в различной комбинации и с металлом, да, материал тоже натуральный, как бы. Вот это у нас вставки идут, деревянные наши произведения, да. То есть вы любите комбинировать разные материалы, да? Да, конечно. А говорят же то, что якутское дерево, оно очень капризное. Ну, капризное, но у нас такой мастер работает, тоже художник по дереву. Это мой родной брат, Ларовский Николай, он вообще как бы в этом деле уже от ада я всю технологию четко соблюдает. А-а-а. Здорово. Вот говорят же то, что вот везут, поддавшись веянию моды или чего-то там, престижа, везут издалека мебель, а потом она через год уже становится, ну... Ну, это вот наш температурный режим, наш и наш климат надо все-таки соблюдать, да. Ну, я как бы не противник там чему-то новому, новым веяниям и так далее. Ну, вот как-то мне все-таки по душе, я чувствую свою энергию, да, то, что вот натуральные наши материалы, которые именно здесь вот находятся, конечно, они дают колоссальную энергию. Можно спрошу, а вы что-то делаете сами своими руками или же вы просто руководите? Очень интересно. Ну, я такой педагог, ну, как бы, я очень благодарна своему руководителю. К сожалению, мы уже два года нету. Петр Альбертович Лас был всегда моим наставником, моим учителем. И он был художником, именно живописец, великолепный рисовальщик, который меня научил академическому рисунку и живописи. Да, конечно, я рисую, конечно, я создаю сама своими руками, барельефы, росписи, мы тоже этими всем занимаемся. Здорово. А можно вот спросить про дизайн ландшафтный? Так интересно, вот у нас в городе, я вообще даже не встречала таких дизайнеров. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Ну, ландшафтный дизайн, он к нам тоже пришел, как бы, мы конкретно вот не можем взять именно, допустим, частный интерьер и все, допустим, да. Наша деятельность такая широкая, что мы вот по ходу действия уже доходим до того, что мы даже скульптуры делаем, как бы. В саду. Да, в саду. То есть у вас ниточка такая тянется, и вы охватываете разные направления уже, да? И все нам интересно, и все нам, как бы, познавательно, и от всего мы, как бы, радуемся, если что-то получается. То есть мы сейчас в таком потоке находимся, что вот за что бы ни взялись, вот все хочется испугать. А детские интерьеры любите создавать? Да, конечно. Ну, в основном вот мы очень радуемся, когда мы создаем детям детские сады, школы, музыкальные школы, вот такие вот детские площадки. Это тоже мы все очень много чего сделали уже. Здорово. А что любите читать? Ну, больше, конечно, по своей, как бы, специализации. Да, я очень много журналов покупаю, много я и в интернете читаю. Ну, художественную литературу я люблю, конечно, такие какие-то биографические, драматические, да, какие-то исторические произведения. Судьбы, истории, все вам интересно, да? Кто-нибудь из детей пошел по вашим стопам? Пока, как бы, вот у меня в прошлом году сын закончил школу и поступил на строительство, будет строителем, в общем. Но я считаю, что и строитель тоже он как бы пригодится. Семейный подряд такой, да? Да. Готовится. А младшие пока не говорят? Младшие пока не говорят, но они более технари, да. Да, младшие у меня робототехникой занимаются, а средние будут, я так думаю, экономические поступать. Математики, да? Математики, да. Здорово, мне кажется, вот в такой именно мужской компании вы продолжаете цвести. Пожалуйста, татуяра, вдохновляйте. Спасибо. Спасибо большое, что посетили нашу студию. Всего вам доброго и удачи, и побольше ярких проектов. Спасибо большое вам также. А далее наша рубрика про путешествия «Красный чемодан» с Катей Кириллиной. Рада приветствовать всех вас, мои дорогие любители приключений. С вами рубрика «Красный чемодан», где мы вместе с вами учимся быть финансово грамотными, чтобы регулярно, постоянно, всегда путешествовать. Напоминаю о том, что в нашем проекте участвуют две семьи, и которые, выполняя небольшие задания каждую неделю, пополняют свой семейный бюджет. Первое задание состоит из того, чтобы откладывать из основного своего дохода. Это может быть зарплата, пенсия, пособия, стипендия, все что угодно. Любой постоянный доход, который вы получаете регулярно. Следующее задание у нас состоит из поиска возможностей дополнительного дохода. То есть это может быть реализация ваших талантов, это может быть монетизация вашего хобби, все что угодно, хоть таксовать по пятницам. Я люблю рассказывать этот пример, потому что он в нашей семье присутствует. В общем, возможности море, пробуйте, дерзайте, это несложно. Далее у нас идет экономия, то есть золотое правило этого задания – это сэкономил, равно заработал. Допустим, если мы начинаем бережно относиться к своим средствам, они открывают для нас возможность в других каких-то сферах. Допустим, сэкономил на покупке новых туфель, зато заработал, ну как бы для бюджета оставил средства для нашего путешествия. И третий тип задания, ой, четвертый тип, прошу прощения, это у нас расслабление. То есть мы, избавляясь от каких-то вещей, вышедших из такого регулярного потребления, открываем возможности, опять же, для чего-то нового, опять же, нашего путешествия. И я хочу сегодня немножко как бы срезюмировать, то, что мы какие-то уроки получали на протяжении всего проекта, какие-то, может быть, лайфхаки, навыки кто-то уже приобрел, и хочу их немножко подытожить. Во-первых, нам нужно научиться откладывать деньги регулярно и не трогать их вообще. То есть это, может быть, зарплату отложили и забыли. Ни в коем случае не нужно… Тянуть туда руку, там я потом доложу. Естественно, это бывает только в, не знаю, в одном проценте из ста, наверное, когда честно доложил. Поэтому отложили и забыли. Знаете, настраивайте себя так, как будто вы, откладывая денежку, вы что-то уже купили, и этих денег нет. То есть вы купили свое будущее путешествие в нашем случае. Кстати, вот финансовые цели… Я этому уже научилась. Да, Юлиана, я очень рада, что из-за обратной связи, за то, что у тебя такой вот навык уже вырабатывается. Благодаря тебе. Спасибо большое. Тебе спасибо. Итак, еще я хотела бы дать совет использовать какой-то один тип траты денег. То есть это кому-то удобно наличные оплачивать, все эти вот покупки совершать, услуги оплачивать. Кому-то удобнее через карту. Лично мой опыт показал то, что наличные деньги у меня в кошельке практически не задерживаются. Особенно сложно бывает, когда, допустим, купюра крупная, 5 тысяч максимальную. Я ее разменяю, и все, руки чешутся, все, от них избавится. Все, и не замечаешь, как будто как-то покрачено. Ты не советуешь держать часть наличными, часть на карте, да? Я думаю, лучше выбрать один источник, чтобы было удобнее фиксировать. То есть чтобы знать, сколько мы тратим, то есть сколько приходит в семью, сколько из нее уходит, нам нужно ввести семейный бюджет. Об этом мы тоже говорили. Благодаря СМС-кам, да, которые приходят от банка, можно как раз-таки ввести бюджет. Отлично, мне очень нравится. Там до копейки можно. А кому-то, знаете, вот у меня такой опыт общения тоже с людьми по этой сфере есть небольшой, да? И некоторым удобно, наоборот, оплачивать все наличными. То есть на карте, они говорят, мы не чувствуем, сколько там денег осталось. То есть это ваша задача, да, дорогие зрители, выбрать для себя самый оптимальный вариант. Так, также мы научились экономить. То есть мы делаем, когда делаем покупки, делаем обязательно список, шоппинг-лист. То есть перед тем, как пойти за продуктами, перед тем, как пройтись по распродажам, например, да, за красивые там, не ходить голодными вечером. Гатя научила нас делать списки всего. И косметики. И как собирать чемодан, кстати, тоже есть такой список волшебный, да, тоже можете к нему присмотреться. Также нужно будет пересмотреть то, что вас окружает. То есть избавляться от того, что вас уже, допустим, не радует, либо какие-то... Даже бывает то, что тариф в телефоне, он может отличаться. То есть сейчас может быть более современный, доступный, да, и как бы более оптимальный для нынешнего времени тарифы. У меня, например, там тариф чуть ли не с 2005 года, в общем. Итак, напоминаю то, что две семьи у нас борются с заданиями. Давайте посмотрим, что у них получилось. Нет, сейчас рекламная пауза. Небольшая. С вами рубрика «Красный чемодан. Город женщин». Давайте посмотрим, как справились с заданием наши участники. Всем привет. На этой неделе средства были отложены из основного дохода. Мы уже почти 10 месяцев в проекте. На самом деле это очень круто. Уже финишная в мае. И очень приятно, что благодаря проекту еще одно путешествие стало возможно. Всем привет! Мы пришли на Рейхмаршинскую. Рейхмаршинскую мы сходили по акции от Женцовета Губинского округа в преддверии Международного дня защиты детей. По записи стригли детей Губинского округа. Мы туда сходили, нашу Полиночку постригли. У нее надо расчесать, во-первых. Я хочу на просто не получиться. Да. Полина. Экономили и накопили много денег. Мы только что увидели, как наши семьи справились с заданием. Они выбрали отложить из основного дохода, а также экономию на различных услугах. Чтобы... Ну, так как мы сегодня говорим о детях в преддверии такого прекрасного праздника, да, я бы сегодня хотела рассказать про отдых с детьми. Но, не знаю... Так, прежде чем рассказать об отдыхе с детьми, давайте я озвучу задание на следующей неделе. Напоминаю, что у нас финишная прямая практически вот осталась совсем кроха, чтобы достичь нашей финансовой цели путешествия. Итак, нам нужно будет отложить из основного дохода, визуализировать цель обязательно, да, и отложить копилочку 2500 рублей. И как я обещала, сегодня мы говорим о детском отдыхе. Сегодня я сама как ребенок добавлюсь что-то. Ну, ничего. Да, вообще не ожидайте то, что если вы отдыхаете с ребенком, вы реально будете отдыхать. Ну, это такая, ну, правда, жизнь. Я сегодня постараюсь рассказать о том, как максимально сделать свой отдых таким комфортным, да, удобным, чтобы и ребенку было хорошо, и родители максимально получили удовольствие от такого путешествия. Чтобы это не был отдых, после которого нужен еще один отдых. Нужен еще один отдых. Желательно без детей, да. Боже мой, я этого не говорила. В общем, в первую очередь нам нужно подготовить себя эмоционально, психологически, то, что в любом случае будут какие-то трудности, может какой-то дискомфорт, но в то же время это позитив. То есть лучше, чем в путешествиях, мне кажется, ребенок развивать себя, ну, просто не может. Допустим, в том же садике там-то стены, там какой-то определенный круг общения. Я никак не умоляю его пользу, естественно, да, допустим, садик, школа, вот это вот социум. А вот в путешествиях для него все новое. То есть начиная от аэропорта, там, таможня, перелеты, какая-то другая еда, какое-то окружение, разные люди вокруг, разные языки. Новые знакомства. Новые знакомства обязательно. То есть это все делает такой огромный шаг в развитии ребенка. То есть готовьтесь открывать новый мир, вот прям глазами ребенка и настраивайте себя на такое позитивное настроение. Так, нужно относиться к путешествию не как ко временному комфорту, дискомфорту точнее, да, то есть нужно будет тащиться в самолет и прочее, а именно как к образу жизни. Если вы будете путешествовать как можно чаще, для ребенка это не будет казаться чем-то вот, ну, допустим, раз в год выезжаем куда-то, да. А вот как образ жизни взял, улетел, это будет в будущем, мне кажется, формировать его навыки при изучении иностранных языков, почему нет, да, поиска работы, себя, например, какого-то своего призывания во всем мире, а не только быть привязан к какой-то географической точке, например. Тоже, мне кажется, очень интересный пункт. Так, не стоит переживать заранее, естественно, что случится, то случится в свой момент. Нужно просто быть позитивно настроенными и не страдать из-за чего-то, чего еще не случилось. Но при этом, конечно же, нужно будет собрать очень грамотную страховую базу, да, то есть медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, это все у нас в красном чемодане, естественно, имеется. И также собрать такую грамотную, емкую, хорошую такую аптечку, то есть то, что обычно ребенок принимает, естественно, после того, как вы посоветуете со своим педиатром. Так, обязательно, ну, как правило, мы живем в Якутске, чтобы добраться до какого-то пункта Б, нам нужно будет перелетать очень большие расстояния. Для этого советую собрать ребенка в самолет максимально комфортно, то есть мы заранее, да, какой-то список гаджетов, игрушек, книжек нужно будет его сделать. Но при этом не пересекая грань того, чтобы слишком много вещей не переборщить. Да, не переборщить, естественно. Маленький лайфхак. Если вы хотите, чтобы ребеночек, когда он начал беспокоиться в самолете, приготовьте новые игрушки. И в самый подходящий момент вы их достанете. Вытаскивать их, да. Это работает реально, и ребенок успокаивает. Каждый раз новый сюрприз. Кстати, вот, да, так как красный чемодан мы представляем, да, я бы хотела рассказать о таком прекрасном гаджете, как веселый эргономичный чемодан-каталка. То есть при ожидании в аэропортах, там покатать ребеночка по залу ожидания, по таможне, мало ли что, да, ребенок маленький особенно устает ходить пешком, поэтому чемодан-каталка будет очень даже кстати. Также сейчас очень в тренде такие гамачки для самолета. Они более актуальны для детей и младенцев. Ребенок имеет возможность отдыхать, спать, кормиться и при этом находиться максимально близко к матери, не доставляя их. И как будто бы и на руках, да? И вот прям лицом к лицу. То есть ребенок видит свою мать, и у матери все спокойно, и ребенку хорошо. Так, переносные горшки. Деликатная тема. В общем, тоже для малышней лет до пяти, я думаю, тоже очень актуально. Они довольно компактные, и за ними очень легко ухаживать, и в самолетах не будет тоже, опять же, дискомфорта сводить ребенка. Ну, в общем, такое место. Деликатное. Надувные подушки, естественно, да, все всяческие беруши и прочее. Это тоже обязательный атрибут для любого путешественника. Причем это не только для детей необходимо, но еще и для взрослых. Удобно, конечно, иметь еще пластиковый набор посуды, опять же, за которым очень легко можно ухаживать. Сюда бы я еще включила удобный паильник, который вот на веревочке на шнурочках, чтобы у ребенка был всегда доступ к питьевой воде. В пределах личного пользования в самолеты разрешают провозить, проносить вот такую вот маленькую тару с водой для ребенка. Так что не страшно, и очень удобно. Если у вас есть дети, говорят, там можно чуть больше, да? Чуть больше можно на пределах личного пользования ребенка. По крайней мере, не отбирают воду. Так, по направлению я бы хотела еще пройтись. Естественно, в летнее время я бы предлагала какие-то курортные направления, где и жарко, и весело, и народу много, можно завести себе друзей по всей России, и не только. Это, во-первых, естественно, путешествие по России, то есть это Сочи, она по Крым. Далее у нас в топе стоит, конечно же, Турция. Турция, она это такой отельный отдых, в том числе предлагает ей богатую экскурсионную программу, так что будет интересно и взрослым, и детям. Так, далее у нас по списку, скорее всего, прямые вылеты во Вьетнам. Это очень удобно, особенно если у вас маленькие дети, отсюда сели, на отдых прилетели. А сколько часов до Вьетнама летели? Общее продолжение где-то пути, где-то около 10 часов, с учетом того, что будет пересадочка небольшая, да, техническая дозаправка, пока у нас есть... Передышка, да? Передышка, да. Также очень рекомендую рассмотреть такие направления, как Кипр и Тунис, тоже такое довольно считается бюджетное направление, да, Средиземное море, замечательное побережье, то есть там есть мелкий заход, песчаный, то есть для отдыха с маленькими детьми, так и со взрослыми детьми, это будет очень-очень актуально. Спасибо, Кать. Здорово. А туда, через Москву, да, Кипр? Это все, скорее всего, через Москву, но есть разные варианты, это смотря вот откуда вам удобнее вылетать. Есть из Новосибирска, да хоть из Иркутска, там из ближайших городов. Любой каприз, да? Любой каприз с красным чемоданом. Здорово. А далее у нас будет небольшой музыкальный сюрприз. Красные девочки, это ученицы 4 класса Саха-Корейской школы с музыкальным подарком, руководитель Александра Шадрина. Детство, детство, детство это свет и радость. Это песни, это дружба и мечты. Детство, 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 детство это краски и раду. Детство, детство, детство это я и ты. Все люди на большой планете должны всегда дружить. Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить. Должны смеяться дети, должны смеяться дети, должны смеяться дети. И в мирном мире жить. Ярко, ярко пусть бывают лишь рассветы. Ночью звездной пусть спокойно спят полет. Детство, 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 завтрашний твой день земля. Все люди на большой планете должны всегда дружить. Детство, 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 дет Детство, детство это летний вечер. Парус, небо и хрустальный золотим мы. Детство, детство, детство это летний вечер. Давайте, дорогие взрослые, постараемся, чтобы каждый ребенок был в этом мире счастлив. Дети, дети это значит мы. Все люди на большой планете. Должны всегда дружить.